Всем привет! Кошечки и зайчики, девочки и мальчики! С вами я, Ангелина. Всем большой привет! Я к вам вернулась снова с вами. Выходные, воскресный мукбанг устроить решила вообще чисто спонтанно даже, понимаете? Что-то думаю, дай-ка мукбанг сниму. Вообще хотела завтра. Хотела завтра делать окрошку, уже все купила на окрошку. Вот. И потом думаю, дай-ка, что-то скучно. Хочу снять мукбанг. Что-то мне приспичило. В общем, снять его. Так, что у меня на мукбанг? У меня тушеная картошка с овощами. Тут картофель, морковь, капуста, мясо, свининка. Такая вкуснота. Так, знаете, немножко с уклоном поставила тарелку, потому что не видно ничего. Пока настроишь, тут все, блин, с голоду сдохнешь, как всегда. Помидоры еще тут у меня. В общем, с бульончиком. Короче, еврейская закуска. Сырок с чесночком, майонезом. И такой, знаете, простой салатик. Она шинковала эту пекинку. Огурец свежий, укроп и болгарский перчик. Так, у меня еще здесь чили. Короче, сладкий чили соус купила. Такой. Сейчас попробую, что это такое. Вчера мариновала крылышки, запекала в духовке. И добавляла. Вообще классно так получилось. Крылышки бесподобные были. Мы схомячили. Сын сейчас тут кушал. Ему тоже понравился вот такой соусец. О, вкусно. Люблю кисло-сладкий соус. И вот мне нравится сладкий чили. Особенно, когда готовишь вот эту лапшу, удончик. Или маринуешь вот крылышки. Вообще вкусно получается. Супер-пупер. У меня сегодня такой мукбанк-болталка без темы. Расскажу, как провела выходные. Бурно. Бурно провела выходные. Ну, уже, наверное, думали, что я бурно. Ну, с танцами, со шманцами, с караоке. Знаете, я люблю иногда отдохнуть. Как душой, так и телом. Потанцевать. Развеяться. Хоть и скажете, что 37 лет, вот, семья, но, не знаю. Мне кажется, каждому человеку надо тусить где-нибудь, отдыхать. Хоть иногда. Где-то выбираться. Ездили в караоке. Там дискотека, ну, как в клуб. Клуб, дискотека, караоке. Так весело было. Там, знаете, такие взрослые женщины тусуются, блин, танцуют. Я даже бы не подумала. Так что даже взрослые отдыхают и отрываются, блин. Не знаю, я не такой, знаете, человек, который постоянно сидит дома. Ну, обычно я постоянно сижу дома, но иногда нужно, короче, развлекаться. С мужем, с друзьями. Сыжная закусочка супер. Настроение вообще отменное. Погода офигенная. Просто лето у нас наступило практически. Теплы почти 20 градусов, представляете? Молодёжь уже в футболках ходит. Когда мы в четверг тусили, в пятницу дома были, валялись. В субботу поехали в Стеллитамак. У нас вот рядом город есть. Повезли Дашку в развлекательный центр большой. Там торговый центр есть. И детский развлекательный, короче. Такой огромный. Там всё так переделали вообще офигенно. Дашка довольная. Наигралась там новых всяких таких штук, всяких горок, лазилок. Вообще понравилось ей. Я сейчас пришла к маме голодная. Ну, там чайку попили. Что-то есть захотелось прям. Как волк. Вчера ещё в Бургер Кинг заходили. Пробовала я новый бургер, этот начос. Рекламируется. Так себе. Такая рыжая булка внутри. Как обычный стандартный набор. И ещё вот эти начисточки, эти положенные чипсы. В общем, погуляли вчера. Приехали часов в 5, наверное, домой. Немножко отдохнула и пекла пирог с картошкой, с фаршем. Муж всё говорит, сделай пирог, сделай пирог. Вот я ему пирог испекла, крылышки делала. В общем, по полной. У нас же что, наступило тепло. Прям резко так бабах, шарахнуло. Жаричья такая, ну, теплые. Всё, отопление не выключили. Задолбали уже, блин. Дома всё открыто, все окна. На улице вообще тепло. И тут давай все люди переодеваться. Уже, блин, знаете, только куртки одели. Тут уже в ветровках в этих, как их, в джинсовках можно ходить. Сын у меня вообще в толстовке просто ходит. До такой степени тепло. Тут давать за это Дашке ветровку надо было. Я заказывала в детском мире. Нигде не могла найти. Вообще, какой-то отстой продают. Даже в Валдберрисе не могла найти что-то такое интересное. В детском мире заказывали, заказала. Вчера забрали. Такая ветровка офигенная просто. Такая яркая, цветная. Вообще супер. Сегодня поехали за кроссовками Дашке. Вот только ботинки купила. Такие кроссовки только высокие. А у нас всё, блин, почти высохло всё уже. Прижали в магазин. Там народу. Все детей одевают. Все всё покупают. В общем, народу пруд пруди. Куча народу. Кроссовки там выбрали быстренько. У неё ещё нога. Широкая сама по себе, Дашке. И вот одни мне там... А, две пары мне понравились. Они узковатые. Пришлось там другие брать. У меня, кстати, у сына тоже широкая нога. Тяжеловато ему. Надо мерить. Последнее время я ему этот Adidas покупала, заказывала. У него две пары. И рыбок. Вот они широкие идут. Они это на широкую именно ногу. Прямо для него. А так в магазине вообще тяжело висит. Такие вот, как бы, найти на него тяжело. Обувь. У него ещё размер 45-46 идёт. С такой лапищи. Что-нибудь красивое это тяжело найти. Салатик обалденный. Простой. У нас на днях тут... Вот окраина города, где идёт поля. Начало сильно таять быстро снег. Что начало затапливать дороги. Какой-то тоже недец тут. Где-то у меня муж ВКонтакте показывал. Вообще, какие-то моря, блин, океаны по дорогам. Ну, что вы думаете? Вчера только ехали. Прямо ручьи текут с полей на дорогу. Ну, мы на краю практически. Города живём у нас. Поле не так далеко. И... Лужа такая была. Вообще, мы ехали. Прямо текло всё ручьями. Сегодня он поехал утром менять колёса. На летние уже. Говорит, сухо. Вообще всё высохло. Естественно, я даже не поверила. А сегодня потом поехали. Смотрю точно. Вообще, сухо всё. Мне нравится, когда картошку тушишь и ложишь капусту свежую. Ну, вот такую вот. Не шинкуешь, а вот такими кусочками. Вкусно получается прям. У меня мама, знаете, как называет такое блюдо? Шулюм называет. Я не знаю, по какому это. По-каковски это. По-каковски. Шулюм как-то вот так называется. Не знаю. Купила я тут витамины на днях. Короче, зашла в аптеку. Я вообще Дашке хотела витамины купить. Весна там сидела. Купила ей эти мишки. Какие мармеладные витамины. Они как мармеладки, мишки. А себе, короче, думаю, посмотрю-ка. Она говорит, ой, возьмите витамины шипучие, короче, туда-сюда. Тоже витамины, всё. Но они как растворяются в воде, надо выпивать. И типа одну берёшь, вторую подарок дают. Ну, думаю, как раз сыну. Приножу домой. Сын такой, ааа, фу, зачем ты их купила? Он такой, я их пил. А он, оказывается, я забыла. Я ему покупала когда-то в том году. Они такие противные просто. Жесть просто. Мультивитаминный комплекс. Вот такие. Они недорогие. 20 шипучих таблеток. О! Гадкие. Вообще, знаете, вот этот... Короче, ты их вроде пьёшь нормально, а вот это послевкусие, вот это железо с магнием. Такое вот, знаете, во рту. Это просто... Я, короче, выпила одну таблетку, чуть не крякнула, блин, там, давай быстрее воду запивать. Но они не горькие, ничего. Но привкус это железо, вот этот металлический. Это просто вообще, фу. Какое-то гадство, в общем. Они витамины, не знаю, стоят теперь. А сейчас я от мамы пришла. Учила её пользоваться мультиваркой. Представляете, в том году дарили ей мультиварку? Для рождения. А она до сих пор стоит. Она всё никак не может начать ей пользоваться. Я, говорит, боюсь включать её. Вот пришла и показала, там вообще всё легко. Завтра буду кашу варить, мультиварки рисовую. Молочную. Не знаю, мне мультиварки нравятся. Там тушить, вот варить. Каша тоже вкусная получается. Что там ещё? Плов. Гуляш хорошо делать. Не знаю, очень удобно. Ну, короче, маме показала. Говорю, так, чтобы завтра кашу сварила. А я говорю, что звони. Она с техникой сейчас плохо вообще разбирается. Ну, и раньше как бы не так это. Сейчас возраст уже. Она всё забывает. У неё уже груз с памятью проблемы. Вот. Потом зашла это. А, я на днях уже, как-то смотрела видео Ленкин дом, канал. Она там манго ела. Так манго захотелось. Она в магните купила. Ну, я, короче, в магните тоже купила манго. Ну, он такой жестковатый, большой. Купила. Вон, на подоконнике лежит. Оно, представляешь, за три дня она у меня поспела. Оно всё жёлтенько-мягенько. Сегодня у нас хомячит. Так что, кто любит манго, правда, можно купить. Ну, оно такое, знаете, с одного бока красное было, но оно жёсткое было. И положите на солнце, на подоконник. Всё за три дня где-то оно поспеет. Сегодня попробуем. Потом расскажу. Ну, что оно было, нет? А может, видосик маленький, короткий сниму. Потому что я... Манго я как-то всегда спелая пыталась, ну, как, купить. А зелёное такое, ну, как, ну, которое жёсткое, никогда не покупала. Если только авокадо, оно поспевает. Тоже, когда лежит. Так что... Сейчас шла домой. У нас уже квас в бочках продают. Я крошку на квасе только ем. На кефире я тоже ела раньше. Я её называю северной окрошкой. На квасе. Потому что у нас не было кваса в те времена. Мама как-то его не ставила. Всегда на кефире делала, когда на севере жили. Вот. Ну, как-то вот на кефире, на кефире. А когда вот на юг перебрались, мы на квасе всегда делаем. Окрошку. Ещё бы, конечно, редисочку домашнюю. Ещё не продают. Я сейчас шла. Там палатка у нас обычно. Летом много палаток стоит возле большого магазина. Там помидоры, огурцы продают. Уже это парниковые. Наши, здешние, короче. Сейчас иду, короче, смотрю, стоит одна палатка. Там у них, кстати, хорошие огурцы. Вот сейчас по весне они самые вкусные, наверное. Потому что в магазине это всё равно не то. Как бы импортные какие-то. Смотрю, стоит палатка, огурцы вот эти. Стафета называется, сорт. Они как корочка тонкая. Они вкусные. 180 рублей килограмм. Не хотите огурчиков? Я в шоке, товарищи. От таких цен. У нас, считай, в светофоре мясо свинину нужно килограмм за 179 рублей купить. А тут килограмм огурцов. За 180. Приколитесь? На хер такие огурцы мне сдались. Ну, на них быстро цена падает потом. Там помидоры какие-то стояли азербайджанские по 250, думаю. Сами жрите. Я вот эти сливовидные в магните брала. Очень вкусные. Ну, они в этой полкило в такой поддоне продают. Вообще сладкие были помидоры такие классные. По скидке брала. Или черри помидорки тоже вкусные. Что я наедаю с бельема. Мы еще сегодня с мужем заезжали в магазин новый. Называется Халяль. Халяль это, значит, это из говядины, из канины, из баранины. То есть это курица. Мусульманский магазин. Там и свинины ничего не делают. Муж где-то рекламу увидел, что там это замороженный пельмени. Не, не можно купить даже из канины. Фарш из канины продают. Представляете. Я канины так вот прям не ела. У нас на рынке продают канины. Я ела тушенку из канины. Вкусная. Очень. Мясо еще надо это уметь готовить. Вот. Ну и мы что поехали-то. Мы хотели, короче, там хинкали. Там пельмени продают. Мы хотели хинкали, короче, купить из баранины. Баранины. Вот. Наш производитель башкирский, Гафурийский район. Мы приехали, короче. А там как раз она выставила пельмени, сварила, ну, на пробу для людей. Канина, говядина. Я попробовала вообще офигенные пельмени. Никогда не подумала, прям как дома-то слепил. Цена тоже у них такая. 360 рублей килограмм пельмени. Там есть за 335, по-моему, рублей. Ну, цена, блин, извините, как мясо стоит. Естественно, то, что пельмени вот эти, которые дешевые, покупаешь, я не скажу, что... Вообще, как продукт должен, вот, например, сколько стоит мясо, столько, я считаю, плюс работы, они и должны быть дорогие-то, по идее. Если они из нормального мяса. Так что, в принципе, 360 рублей за пельмени, за такие, ну, как, настоящие, как ты дома лепишь, блин, то это нормальная цена. Кинкали, короче, там не было. Сказали, сделают, по-моему, пару дней, через пару дней привезут. Обязательно возьмем, попробуем с бараниной. Кинкали. Кинкали. Даже мукбанк, наверное, снимут для... Ну, интересно, просто попробовать. Я из баранины не ела кинкали. Или нет, стоп-стоп. В Питере мы ели. Ну, что-то так, не скажу, что там вкуса баранины я как-то не почувствовала. Мне кажется, там это не баранина была. Вот заехали в такой магазинчик. Там голубцы у них продают, тефтели. По-моему, из говядины тефтели. А эти голубцы, по-моему, была канина, говядина тоже. Фарш. Ну, фарш хороший. Там прям такой камина, он такой красный. Нежирный. Он вообще, кстати, вот канина, она же нежирное мясо. В общем, такие делишки. Завтра в сайте к дашку. Отведу. Завтра поехать на мойку. Машина грязная, как свинья у нас. Как чушка. Надо помыть. Сейчас уже подсыхается. Уже можно помыть, в принципе, машину, потому что не люблю, когда она там совсем такая грязная, е-мое. Приятно, когда в чистую машинку садишься. Ммм. 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 Попоросячим. А что тут некоторые мукбангеры все руками начали есть? Ммм. Ммм. Прикольно. Короче, даже суп руками ест. Ммм. Всю еду. В общем, фишка такая. Короче, кто как хочет, так и трочит. Ладненько. Ой, покушала-накушалась вообще супер-пупер с вами. Будем прощаться. Всем спасибо, кто побыл со мной. Ну и хорошего вам понедельника. Не грустите. Солнышко светит, птички поют. Скоро сейчас травка все будет зеленеть. Все будет красота. Вообще чики-пики просто будет. Так что никакого грусти, не грусти, чтоб ничего не было. Чтоб все было хорошо. Так что хорошего вам настроения, дорогие мои. Пока-пока. До скорой встречи.